Здравствуйте! Добрый вечер, друзья! Так, немножко настроим комнату. Поставьте, пожалуйста, какую-то обратную связь дайте, слышно ли меня, видно ли меня. И мы начинаем. Поставьте плюсики. Так, я себя вижу. Как меня слышно, как меня видно. Ага, вижу, да. Все, плюсики есть, замечательно, хорошо. Ну что, друзья, здравствуйте, добрый вечер. Снова вас рада видеть в этой комнате. И мы продолжаем наши пошаговые инструкции по управлению и ведению блога на WordPress. Сегодня будет третья часть, как правильно структурировать, оптимизировать статьи на блоге. Сегодня уже будет финальная, поскольку было у нас... Я думала, вообще, в один вебинар у нас все... Мы как бы уложимся, но так не получилось. Пришлось разбить на три части. Сейчас мы посмотрим все остальные позиции по структурированию статьи. Перед тем, как мы начнем, по традиции задам вопрос, есть ли кто-то, кто у нас пришел первый раз. Я тогда буквально перед началом пару слов скажу, что у нас за мероприятие и что от него ожидать. Поставьте единичку, чтобы я отличала от предыдущих плюсиков. Единичку. Кто у нас первый раз? Мы вас заодно поприветствуем. Владимир, Татьяна, Виталий, Станислав, Елена, Ольга. Здравствуйте. Здравствуйте. Рада вас видеть. Здорово, что вы к нам присоединились. Ну, тогда сразу встречный вопрос. Есть ли у вас блог? Напишите да, нет. Есть ли у вас блог на WordPress? Станислав, да. Замечательно. Виталий, да. Хорошо. Угу. Так, Ольга, нет, но хочу. Это очень хорошо. Да, блог сейчас нужен, очень нужен на самом деле. Без блога сейчас никуда. И как раз вот здесь мы и проходим, как им управлять. Ну, замечательно. Смотрю, что большинство есть, у Ольги, Татьяны нет. Ну, это дело на самом деле не такое сложное. Создать блог, тем более, вот, подтвердят здесь присутствующие, с шаблоном об Inspiration, это вообще реально. И даже без фрилансеров вы можете создать профессиональный бизнес-блог, который будет вам помогать продвигать себя как эксперта в интернет и, соответственно, либо вашу продукцию. В общем, не важно, чем вы занимаетесь в интернет. Так вот, здесь мы проходим уже как бы второй этап, скажем так, да, то есть если у вас уже есть блог, то это, конечно же, полезно для вас будет вот эти вот лекции. Если у вас еще блога нет, то просто познакомиться, да, познакомиться с блоговедением, так сказать, да, с написанием статьи, немножко пощупать и почувствовать, что это такое. На самом деле может показаться сегодня, поскольку уже 52-й урок, как вы видите, да, это уже не первый и, естественно, может показаться немножко сложным то, что вы увидите, но не пугайтесь, на самом деле, ведение блога простое, технически, оно не сложное. Главное просто набить руку и, собственно, знать этот инструмент от и до. Не бояться его, как я всегда говорю, да, это может покажется немножко странным, бояться инструмента, но на самом деле это реальная проблема, когда блог создать по видеоинструкциям это еще проблема минимальная, как оказалось, да, достаточно все просто и все справляются, а вот с ведением блога у нас всегда была загвоздка. Почему-то вот дальше на второй этап уже люди не шли и некоторые даже бросали вести блог из-за того, что было непонятно, что с ним дальше делать, как писать статьи, как публиковать, публиковать разные тип контента и, в общем, как-то все это у некоторых завершалось на этапе создания. Поэтому, собственно, мы и решили создать этот тренинг, называется он «Пошаговые инструкции по управлению ведению блога на WordPress», где мы разбираем с разных сторон аспект ведения и управления блога, то есть как администраторы, поскольку вы не только являетесь автором вашего блога, да, и пишете статьи, вы еще и администрируете его, то есть вы человек, который отвечает за то, что на вашем сайте не будет там вирусов, плохих комментариев, будет качественный контент, не будет там лишних каких-то вредоносных кодов, потому что имейте хостинги за это наказывают, и не только хостинги могут наказать и поисковики. В общем, вы, как администратор, должны все это дело уметь делать. Также вы должны уметь публиковать разные типы контента, не только текст и картинки, это самое простое, да, картинки и текст, но и, допустим, видео, аудио, может быть, где-то презентации, слайды, формы и так далее. То есть вы должны чувствовать себя свободно в своем домике, так сказать, в интернет, и как бы управлять им уверенно. Вот, собственно, этим мы и занимаемся. Уже 52 занятия, прошли мы много разных тем, был целый блок у нас занятий по разным сервисам, которые мы интегрировали тоже в WordPress. Как вы помните, кто ходит регулярно на занятия, у нас были занятия по Гуглу, мы рассматривали разные инструменты по видеохостингам, аудиохостингам, мы размещали, создавали опросы, формы и так далее. То есть достаточно много всего. Все это сейчас, как я уже говорила, мы закрыли. Уже сейчас на сайте вптренинг.ру эти материалы закрыты. То есть они будут, и записи будут платные. Но до 10-го числа, до 10-го числа есть возможность еще попасть на секретную ссылку за подписку. Вы можете скачать все материалы, то есть там будет страниц для скачивания всех материалов. То есть вы еще можете получить все это записи бесплатно. После 10-го числа уже тоже эта страница будет удалена, и записи будут только по оплате в клуб. То есть будет ежегодная оплата. Но это вы все еще потом узнаете. Сейчас пока не об этом речь. Но все вебинары, вот такие живые, они, как и были, будут бесплатными. То есть все, кто ходят на вебинары, получают контент, соответственно, бесплатный. Дальше вы с ним можете сделать все, что угодно. Вы можете его записать, использовать в личных целях и так далее. То есть это не запрещается. Только в клубе. Почему платные? Поскольку мы делаем транскрибацию, то есть мы даем человеку запись, специалист, соответственно, делает текст. Затем мы делаем PDF-файл, слайды плюс видеозапись. То есть такой полный комплект. Да, для покупателей шаблоны тоже записи будут платными, но будет большая скидка. То есть все, кто у нас входит в клуб AB Inspiration, все получат большую скидку на записи. Ну, как я уже сказала, Светлана, если вы ходите на занятия, они также, как и были, будут бесплатными. То есть пять часов мы еще пока регулируем время. Непонятно. Вот вроде бы для многих пять часов по Москве удобно. Вот. Но не совсем, может быть, удобно для нас. У нас техподдержка в это время начинается. В общем, мы пока еще регулируем время. Будем думать с вами, опять же, согласовывать. Может быть, даже какой-то опрос устроим. Вот. По поводу времени. Ну, пока так, да? Пока в пять часов. И, конечно же, эти вещи бесплатные. Итак, друзья, ну что ж, это у нас 52-е занятие. И те, кто присоединился к нам только сейчас, добро пожаловать. Надеюсь, вам не покажется материал слишком сложным. Наоборот, вдохновит вас на подвиги. Не пугайтесь, что, может быть, это все равно, что, знаете, как учиться играть на фортепиано без фортепиано. То есть, пока у вас нет инструмента, вам достаточно сложно понять, что я сейчас буду рассказывать. Но, тем не менее, так, в фоновом режиме послушайте. И поверьте, все очень просто. Инструкции очень подробные. И я стараюсь именно пошагово давать, чтобы все от и до получалось. Так же, как и в инструкциях по настройке блога. Итак, друзья. Да, вот Василий выслал запись. Ну, я еще в конце вышлю. У вас будет время перейти на этот сайт. И будет время перейти на сайт, подписаться и на страницы специальной скачать материалы, которые вам нужны. Ну что ж, поехали, да? Я выключу видео на время вебинара. Так, я думаю, будет быстрее работать у нас, не будет заминок. Итак, 52-й урок «Как правильно структуровать и оптимизировать» на блоге 6.3. Сегодня мы поговорим о заключительном абзаце. Это вообще отдельная тема послесловия. Тоже очень важный элемент структурирования статьи. И я прям вот отдельно их выделяю. Дальше мы поговорим немножко о содержании еще статьи. Помимо текста, картинок, вообще всего контента, который вы публикуете, важны еще блоки. Такие, как поделиться в конце статьи, форма подписки. А также еще рейтинг статей. То есть я еще вам вот этот покажу блог. Я здесь не написала, но о нем мы тоже поговорим. Далее мы поговорим о том, какой размер статьи должен быть. То есть это вообще вечный на самом деле вопрос. Сколько знаков, сколько слов должно быть в статье, что бы и так далее, да? Далее, структура идеальной статьи на блоге. Это мы обобщим вообще вот все эти три наших занятия и посмотрим, какая должна быть идеальная статья. Как проверить уникальность статьи, мы посмотрим. Также мы сделаем анализ статьи, SEO и по другим показателям. Итак, приступим. Перед тем, как мы приступим к новому материалу, немножко напомню предыдущий. Итак, как правильно структурировать первая часть? Мы поговорили о том, как подбирать ключевые слова, выбор типа статьи, мы поговорили про заголовки, насколько он важен, какой он должен быть, где он должен, как отображается заголовок, как переписать заголовок для поисковиков, а также как оформить внешний вид заголовка статьи. В шаблоне об Inspiration, как вы знаете, есть возможность создать внешний вид заголовка, то есть стиль, срифт, цвет, размер и так далее. Далее мы поговорили про первый абзац, вступительный абзац, крайне вообще важный элемент в статье. И мы поговорили о том, как написать первый абзац, где отображается он, поскольку это первый абзац не только в статье, вступление, да, а также он еще участвует в социальных сетях. То есть если вы, допустим, отправляете статью в Facebook, либо в ВКонтакте, в Одноклассники, то есть первый абзац там очень четко присутствует в качестве анонса. И также как перезаписать первый абзац для поисковиков. Также мы еще поговорили про миниатюру. Вообще про миниатюру у нас было отдельные видео, отдельные уроки, это очень тоже важный элемент. И вот в старых записях обязательно про него посмотрите. Он участвует и в социальных сетях, то есть когда вы отправляете статью в соцсети, миниатюра там очень важна. Также ее видят боты, не поисковиков, а социальных сетей. Тоже там все прописано. Вообще, на самом деле, в шаблоне об Inspiration все вот эти вставки сложены и сделаны. И вам, как пользователям, в общем-то, не нужно вникать, где чего там устроено. Но иногда мы все-таки их касаемся. И я показываю, где чего прописано, чтобы вы тоже были в курсе. Вторая часть. Мы поговорили про основной текст. Мы поговорили про абзацы, заголовки внутри текста, выделение текста жирным наклоном подчеркивания цвет. Поговорили про ссылки. И я дала тоже материалы. Проходили мы, несколько было у нас занятий по изображениям и видео-аудио. Мы подробно не разбирали, но я дала все ссылки, все названия предыдущих уроков, полноценных именно по этим темам. Итак, приступаем. Заключительный абзац. Друзья, вот я смотрю, у меня чат здесь, просто он меня немножко отвлекает. Давайте, вот вопросы на самом деле мы здесь, как бы, я не отвечаю, да, потому что материала много, и я, чтобы не отвлекаться, не отвечаю на вопросы. Все вопросы можно будет задавать уже, когда вот в клубе, в записях. Если что-то, какие-то вопросы возникают, не стесняйтесь, спрашивайте. Если у вас есть какие-то вопросы по тренингу, вот вообще вопросы по ведению блога, вы можете на сайте вптренинг.ру, там есть такой раздел «План». И в конце, пожалуйста, задавайте, я буду очень рада, если вы дополните наш материал интересными темами. И вот, допустим, вот такой «Стоит ли оптимизировать, продвигать блог на 1.ps.ru?» Вообще разные темы, если какие-то есть, мы обязательно их рассмотрим на следующих занятиях, поскольку у нас в тренинге все-таки вебинары не фиксированы, и многие темы, с которыми прошли вот 52 занятия, многие были сделаны именно по желаниям наших участников. Поэтому не стесняйтесь, вот именно на вптренинг.ру пишите свои вопросы, и мы все это дело оформим в полноценные уроки. Итак, я продолжаю. Заключительный абзац. Сейчас, вообще, очень важный элемент на блоге – это финал всей статьи. Ну, это понятно, да, финал всей статьи. И я, конечно, сейчас не буду рассказывать о том, как это важно, как его правильно писать. У нас вебинар не об этом, да, не о том, как писать статьи. Это немножко другое. Мы рассматриваем именно техническую сторону ведения блога. Но что здесь важно сказать? Основные моменты – это обобщение темы. То есть, когда мы пишем последний абзац в конце, важно обобщить все, что вы написали, какой-то одной, двумя, тремя фразами. Дальше оно должно быть обязательно коротким, без новой информации. То есть, допустим, смотрите, вы описали какую-то полезную вещь, полезную какую-нибудь, может быть, статью, как на тему, как сделать что-то, да, или там психологического характера. Ну, неважно. В общем, любую тему вы расписали у себя в статье. В конце, в последнем абзаце вы обобщаете эту тему и не вводите никакой новой информации. То есть последний абзац предназначен для обобщения того, что вы уже сказали. Обязательно этот абзац должен быть выделен как новый параграф. Я уже на прошлом занятии акцентировала на этом внимание. Очень часто вот я вижу, не знаю, как так получается, скорее всего, печатают статьи где-то в другом месте, то есть в каком-нибудь редакторе на компьютере, например, в Word или в блокноте, и потом копируют и переносят, вставляют это в редактор WordPress. В итоге получается отсутствие пустой строки между абзацами. Вот это вот очень важно понять. Абзац – это считается абзацом, когда между ними есть пустая строка. Ну, это мы еще со школы помним, да. Если нет пустой строки, то это продолжение, как бы это просто с новой строки внутри абзаца делаем мы текст. Очень важно вообще вот в интернет именно разбивать текст на абзацы. Поэтому заключительный абзац тоже должен быть отдельным. То есть пустая строка сверху, пустая снизу. Делается очень просто. Нажимаем Enter. В редакторе WordPress нажимаем Enter, у нас получается пустая строка. Если мы нажимаем Shift, удерживаем и Enter, то у нас получается просто новая строка, красная строка, да. То есть внутри абзаца новая строчка. Далее. Не рекомендуется делать, вставлять туда фотографии. То есть даже если очень хочется, делайте это все в тексте. Пишите, вставляйте туда скриншоты, картинки, все что угодно. Вы можете дополнить свой текст изображениями. Это здорово. Это помогает также читать, визуально разделяет текст и дополняет информацию о вашем контенте. Но с последним абзац лучше не использовать никаких картинок. Потому что последний абзац должен быть коротким, таким емким, да. И, соответственно, если вы будете там какие-то изображения вставлять, все это увеличивается и теряется главная фишка, главная цель этого абзаца. То есть ваша цель, главное, чтобы человек ее прочитал. Потому что очень важно в конце написать призыв к действию. Я не помню, говорила я или нет на прошлых занятиях. Это опять же касается видения. На блоге я тоже написала эту статью. Когда вы пишете статью, обязательно нужно задать вопрос, что она вам принесет. Если у вас нет никакой цели в этой статье, то просто не пишите ее, не тратьте время. Цель может быть у статей на блоге несколько. Ну, первая основная – это призвать людей подписаться в вашу рассылку. Второе – это, может быть, перейти по ссылке. То есть вы, допустим, пишете отзыв о каком-то продукте, о своем, о чужом, не знаю, там, партнерском продукте. Либо, не знаю, ну, все что угодно, да, вы описываете на своем блоге. И в конце призываете читателя перейти по ссылке, узнать, например, больше. Либо на продающую страницу, либо на страницу приземления, где человек подпишется в дальнейшем на рассылку и так далее. Не важно. То есть он должен совершить некое действие – перейти по ссылке, а дальше уже, соответственно, страницы. Поделиться в соцсетях – тоже очень важно. Есть статьи, которые очень хорошо расшаривают, так сказать, да, то есть делятся в социальных сетях, а там уже как вирусный маркетинг срабатывает, она начинает гулять по интернет, по социальным сетям, и в итоге вы привлекаете новых посетителей. И четвертое, что может быть, это поделиться мыслями в комментариях. Комментарии также очень важны. Комментарии – это своего рода продолжение вашей статьи, и чем больше комментариев, тем лучше. Помимо того, что это контент дополняется, соответствующий, да, релевантный к вашей статье, плюс еще, естественно, это общение. Живое общение всегда тоже очень здорово, здорово работает, поскольку блог, одна из основных задач у блога – это вызвать доверие, то комментарии, конечно же, в этом плане выполняют свою роль, в этом плане на сто процентов. Итак, призыв к действию. Это очень важно в заключительном абзаце. Соответственно, нам важно, чтобы люди его прочитали. Поэтому делаем вывод, да, что ничего там не должно быть лишнего, никаких картинок, никакого увеличения этого абзаца и так далее. Также в этом абзаце вы можете выделять, форматировать текст, то есть выделять жирные ключевые слова или слова, которые вы хотели бы подчеркнуть. Указать можете ссылку, соответственно, да. То есть все, что вы делали в тексте, вы можете также здесь использовать. Также очень важно вот этот абзац выделить. Не все это делают, я тоже не всегда делаю, но очень здорово, когда, допустим, вы вот последний этот абзац, последний раздел вашей статьи, заключительный, выделяете заголовком. Вы можете написать все, что угодно. Например, заключение. Даже так, да? Просто словом выделить. Заключение. Сделать его заголовком H3 или H2. Это мы проходили в прошлом занятии. Кто не был, посмотрите, как это делается. Либо вы можете выделить какой-то фразой. Например, в заключении или там обобщим то, что мы сказали и так далее. Но это хуже работает. Лучше, когда все-таки есть заголовок. Итак, идем дальше. Вот пример, да, я показываю. Это вот в редакторе. В редакторе WordPress я пишу слово «заключение». Далее я его выделяю и в редакторе выбираю из списка заголовок 2, например, или заголовок 3. Не используйте заголовок 1 никогда в статье. Потому что заголовок 1 должен быть 1. А он уже предназначен для заголовка статьи. Не путаем. Заголовок статьи и заголовки внутри статьи. Так вот, внутренние заголовки только H3 и так далее. Любые, кроме H1. Дальше вот под цифрой 2 у нас идет абзац. Соответственно, видно, да, что у нас сверху есть отступ. Ну, и там снизу тоже есть отступ. И создаем этот отступ с помощью клавиши Enter. Так вот он выглядит на блоге. Послесловие. Ну, тоже, кстати, очень у них похожие функции у послесловия и заключительного абзаца. Единственное лишь различие – это здесь вы можете использовать новую информацию. То есть если в заключительном абзаце мы обобщаем и пишем только то, о чем говорили до этого, то в PS мы можем отличься и сказать «кстати» и что-то там дальше продолжим. По статистике, ну, не знаю, насколько она достоверная, вот в умной статье было написано, что 90% читателей обязательно прочтут по скрипту. Вот, поэтому очень здорово их включать в статьи и как бы туда вставлять такие вещи, как ссылки, переходы на нужные вам страницы, переходы, может быть, на внутренние статьи, которые дополнят информацию. Ну, в общем, любая ценная информация, которая вам нужна и вы хотели, чтобы ваш читатель выполнил то или иное действие, лучше размещать именно в PS. Визуально, опять же, обозначить по скриптам, чтобы его было видно. Соответственно, знаки, да, P по-английски и S через точки. Далее, новую информацию можете и также призывы к действию. То же самое – подписаться, перейти по ссылке, поделиться в соцсетях и поделиться мыслями в комментариях. Ну, например, PS. PS, то есть у меня была статья там про то, чем отличаются статьи от страниц. Я рассказывала подробно, что можно размещать на страницах, что можно размещать в статьях на блоге, как можно формировать главную страницу. Вот, а в PS я пишу. Очень скоро выйдет новая версия шаблона об Inspiration с новым дизайном. И больше о новшествах вы можете узнать здесь. Дальше я даю ссылку на статью обзорную про новый шаблон. И если, допустим, человек не перешел по этой ссылке, я пишу дальше. В ближайшее время я публикую с обзором. Будьте на связи, подпишитесь, либо подпишитесь в социальные сети. То есть здесь у меня как бы два варианта. Первое, либо человек переходит дальше и читает новости о новом шаблоне, либо он присоединяется как бы в подписной лист, в рассылку, где я уже буду информировать о выходе новой версии. Так, да, кстати, вот по поводу ссылок. Очень важно тоже для снижения показателя отказа, кто вот следит за аналитикой, смотрит какие показатели, очень снижается сильно показатель отказа, если в PS, именно в PS будет указана ссылка на какую-нибудь вашу другую статью на блоге. Показатель отказа – это такой показатель, который высчитывается поисковиком Google. Вы можете видеть это в Google Analytics. Высчитывается, если человек пришел к вам на страницу и с этой же страницы ушел, то Google воспринимает это как показатель отказа, ну, не очень справедливо на самом деле. Может быть, человек нашел именно на вашей странице все, что искал, да, и нашел релевантный контент своим запросом. Ну, вот Google так вот считает – пришел, ушел с этой же страницы, значит, показатель отказа, значит, отказался, да. И вот чем выше этот показатель отказа, тем на самом деле хуже. Так вот, чтобы уменьшить его, как раз вставляются вот такие вот ссылки на внутренней вашей странице. И я заметила, что вот если в PS ставить ссылку на дополнительную информацию на блоге, на другую статью, то показатель отказа вдвое уменьшается. То есть, допустим, без ссылки это может быть 80% показатель отказа. Если есть ссылка, то показатель отказа будет 40%. Вот как-то так, да. Это очень здорово работает, поэтому ссылочки обязательно ставьте именно в PS. Так, идем дальше. Рейтинг статей. Когда у нас статья написана, тоже вот в чем, собственно, не только мы хотим, чтобы человек оставил комментарий или до конца дочитал эту статью, да. Мы хотим, чтобы он какие-то еще действия произвел. Для этого мы ставим всевозможные в конце фишки, которые нам помогут хоть что-то получить от нашего читателя. Такой фишкой является тинг статей. Например, ваш читатель не хочет ни комментариев оставлять, ни делиться вашей статьей. Но вот поверьте, нажать на кнопочку звездочки желающих найдется много. Просто оценить вашу статью. Чаще, кстати, даже оценивают именно на 5 баллов. И здесь от вашего читателя ничего не требуется. Просто нажать на звездочку. Но для нас это очень важный показатель. Делают эти звездочки специальный плагин. Называется он рейтинг статей. Есть плагин для шаблона AB Inspiration. И настраивается он очень просто. Мы сейчас посмотрим, как. Но это не только просто какое-то действие на блоге на вашем. Это также возможность немножко визуально выделиться в поиске. Давайте посмотрим, как это выглядит. Вот смотрите, я набрала в поиске Google название своей статьи. Чем отличается страница от записи в WordPress. И вот моя статья вышла наряду с другими статьями на других блогах. Посмотрите, вот звездочки. Google считал с моей страницы и показал в выдаче. Визуально, заметьте, сразу же как бы статья выделяется. Ее сразу же видно. Звездочка как-то привлекания. И больше вероятность, что именно на нее кликнут, чем на другие статьи. Вот, так что вы можете это использовать. Итак, настройка плагина очень простая. Здесь после установки вы идете в настрой рейтинг статей. Это в админке блога. И все, что здесь нужно сделать, это на свой вкус настроить. Показывать звездочки или другие варианты. Там есть сердечки, точки, шкала. Выбрать цвет. Желтый, фиолетовый, красный, голубой на выбор. Расположение справа от текста, слева либо по центру. И шкала рейтинга. Ну, стандартно это пять. Вы можете там выбрать до десяти. И где отображать? Статьи, страницы, отзывы. Ну, обязательно страницы. Вернее, обязательно статьи. Галочка должна стоять. Выглядит выбор так. Звезды желтые. Вот с правой стороны предпросмотр. Стандартно звездочки желтого цвета. Круги можно выбрать фиолетовым. Такие точки. Сердечки можно выбрать красным. Соответственно. Ну, и шкала, к примеру, голубой. Кнопки поделиться. Если мы просим наших читателей поделиться, что очень важно, потому что именно статьи, которые уйдут в социальную сеть, они, возможно, приведут нам новых читателей. Поэтому, если у вас статья полезная, вы чувствуете, что она как бы приведет вам людей, что она нужна людям, просите их поделиться. Вообще, кстати, всегда в конце вот эти ПС, как раз и последний завершающий абзац, они предназначены именно для того, чтобы вы сказали, что человеку нужно сделать. То есть не думайте, что ваш читатель догадается кликнуть по ссылке. Если вы не напишите, кликните по ссылке, перейдите и прочитайте, скорее всего, ваш читатель не перейдет. Если вы не напишите, если вам понравилась статья, поделитесь обязательно ею с вашими друзьями. Читатель сам не кликнет по кнопкам и не поделится. Это уже проверено тысячу раз, и это работает на сто процентов. Поэтому обязательно говорите, что должен ваш читатель сделать, что вы от него хотите. Так вот, кнопки поделиться. Если мы просим наших читателей поделиться, соответственно, эти кнопки должны быть. В шаблоне AB Inspiration у нас кнопки есть в начале статьи и в конце. В конце они очень гармонично идут. Соответственно, чаще всего читатели сканируют статью, переходят в самый конец, читают ПС, видят, что надо поделиться. Ну, почитали статью, если вам это интересно. И предлагаем дальше внизу, соответственно, в самом конце кнопки поделиться. По статистике я тоже заметила, что чаще всего кликают поделить именно на кнопки внизу. То есть в конце статьи не в начале, а в конце. И сам текст вот перед кнопками, он тоже может быть своего рода как ПС, призыв. Например, на моем блоге я написала, вы находите данную статью полезной или интересной, поделитесь ее, пожалуйста, другими. Просто нажмите на кнопки ниже. И дальше уже предлагаются кнопки. В шаблоне, как я уже сказала, они встроены и настраиваются крайне просто. Переходим в раздел «Внешний вид. Настройки шаблона». И там у нас есть страничка, называется она «Кнопки поделиться в конце статьи». Перед ней кнопки поделиться в начале статьи. Они идентичные настройки, поэтому мы разберем только последний. Заходим на эту страницу и дальше у нас есть первое. Мы выбираем, какие кнопки будут отображаться. То есть какие мы кнопки будем поставить в конце статьи, чтобы наши читатели делились в данных социальных сетях. Кстати, вот недавно тоже возник вопрос. Был вопрос такой. У меня нет профиля в Pinterest. Зачем мне тогда кнопка Pinterest? На самом деле эта кнопка не для вас, скажем так. Конечно, вы можете и должны обязательно делиться вашим контентом в ваших социальных сетях. То есть вы должны быть первым, кто нажмет на эти кнопки и отправит свою статью в свои социальные профили. Вы должны быть первым. Но вовсе не обязательно, допустим, если у вас нет Pinterest или у вас нет LinkedIn или у вас нет Mail.ru, значит, надо их убрать. Потому что ваши читатели, у них могут быть эти аккаунты, могут быть эти профили. И они захотят поделиться в своем профиле вашей статьей. А кнопки не будет. Вот это вот учитывайте. То есть это больше для ваших именно читателей. Ну, стандартный для России у нас набор такой. Facebook, Twitter, Google, Google+, ВКонтакте, Одноклассники, Mail.ru. По желанию вы можете указать Pinterest, это фотографии в основном, и LinkedIn. Но это тоже более профессиональная социальная сеть. Если вы там работаете, используете ее и считаете, что ваша аудитория тоже, то вы можете активировать эту кнопку. Далее. Второе. Вы можете на кнопках написать свой текст. По умолчанию Facebook называется Facebook, Twitter называется Twitter и так далее. То есть у нас здесь прописаны названия. Но вы можете указать свои. Например, вместо Facebook, FB. Если Twitter, там, не знаю, твитнуть, да. Если вместо Google+, там, плюс один или еще что-то. То есть свои какие-то названия. Но так, чтобы люди догадались, да, что это за кнопки. И третье. Счетчики. Здесь две опции. Показать счетчик. То есть сколько раз поделились вашей статьей. Да, будет счетчик. И с нулевым счетчиком. То есть если ни разу, будет отображаться нолик. Если вы не хотите ноль отображать, то галочку, соответственно, не ставим. Так, идем дальше. Следующее. Спускаемся ниже. И там, где отображать кнопки, обязательно укажите статьи. То есть можно не отображать на страницах, на архивах. Это не обязательно. Вот статьи обязательно. Далее. Чуть ниже у нас есть возможность настроить внешний вид блока с кнопками поделиться в статье. Из доступных настроек фон блока. То есть у меня на блоге не выделен этот блок никак. То есть идет просто строчка и сразу же кнопки. Но если вы хотите визуально отделить его от контента еще больше, потому что кнопки и так яркие, но еще больше выделить его, чтобы он был заметным, то вы можете задать фон блока, границу, поставить галочку по цифре 2, поставить галочку, задать цвет границы и закругление. И у вас как бы визуально блок выделится. Также вы можете текст оформить. Ну, во-первых, написать тот текст, который вы хотите, какой-то призыв. И оформить стиль. Размер шрифта, стиль шрифта, обычный наклонный цвет, соответственно, текста. И где он будет располагаться, слева, справа или по центру. Пойдем дальше. Форма подписки тоже. Если мы просим наших читателей подписаться на рассылку, то, соответственно, должна быть рассылка. В шаблоне AB Inspiration у нас встроены две рассылки. Это в боковой колонке и в конце, опять же, статьи. Очень удобно, да? Человек дошел до конца, прочитал PS, вы предлагаете ему подписаться, и тут же есть рассылка для подписки. Мы только сейчас говорим именно в конце статьи. У меня на блоге она выглядит вот так. И оформление очень простое тоже. Переходим в настройки шаблона, внешний вид настройки шаблона в конце статьи. Ставим галочку. Если хотим, чтобы она отобралась. Если нет, то убираем. Но лучше все-таки, чтобы она была там. Далее по цифре 2 выбираем Responder, то есть где у вас располагается рассылка. На выбор у нас есть три. Smart Responder, Just Click, Get Response, либо просто кнопка. Если у вас нет нигде рассылки или вы не хотите там, не знаю, ставить, то вы можете просто кнопку поставить. Это кнопка при клике будет переводить на какую-то страницу, на которую вы хотите. Далее. Третий. Отображать поле имя. Не всегда в рассылке, не всегда точнее в форме хочется, чтобы было имя. Иногда быстрее просто написать только e-mail и все. Вот иногда такие формы вы наверняка встречали только с e-mail. Если вы не хотите имя, то убираем галочку. Если имя должно быть в форме, то, соответственно, галочку оставляем. Дальше. Четыре. В полях у нас есть подсказка, текст. Ваше имя, ваш e-mail. Здесь вы можете написать, укажите ваше имя, укажите ваш e-mail или какой-то другой текст. Просто имя, e-mail и так далее. То есть все по-разному как-то оформляют вот эти подсказки. Вы тоже можете поэкспериментировать и написать что-то свое. Также этот блок можно оформить внешне. Фон задать, либо цвет, либо картинку, либо то и другое. Границу указать. Цвет границы и закругление. И таким образом у вас форма подписки также визуально выделится из контента. Ну и, конечно же, текст. Текст в рассылке, текст, точнее, в блоке формы. Опять же, это может быть либо призыв, заголовок, название рассылки. И вот это название вы можете оформить тоже по стилю. Шрифт, размер, стиль и цвет. Давайте еще раз вернемся к моей рассылке. И я покажу, как все вот это вот оформлено. Итак, что мы здесь видим? Мы здесь видим фон зеленый. Видим картинка загружена с левой стороны. Заголовок. Четкий комплект плагинов для блога, руководителя начинающих. Форма с именем e-mail и кнопка, соответственно, подписаться. Получить бесплатно. Да, еще по поводу кнопки. У нас, конечно же, есть тоже оформление кнопки. Это в самом низу настроек. Вы можете написать свой текст на кнопке, оформить его в стиль текста, то есть размер, шрифт, стиль и цвет. Также цвет самой кнопки и при наведении мышки, а также закругление углов. Так, длина текста. Все, перешли мы от блоков теперь к тексту. Здесь это вечный вопрос. На самом деле, никто вам точно не скажет, как должен быть размер, идеальный размер текста в вашей статье. Постоянно ведутся споры и примерно разброс идет от 600 до 2200, иногда 3000 озвучивают слов и так далее. На самом деле, есть масса примеров успешных блогов, где, допустим, автор пишет мини-статьи. Ну, тот же, например, Сет Годин. Если вы перейдете на его сайт Сета Година, то вы увидите, что его статьи просто миниатюрные. Там иногда 20 слов, 150 слов. Максимальное, что вот я видела из последнего, на главной странице около 500 слов. То есть он пишет такие мини-статьи, ну и, соответственно, такие больше философские, заставляющие задумать, больше они выглядят в качестве вопроса своей аудитории и так далее. То есть у него такой стиль. Сет Годин пишет, как Сет Годин. И здесь вот очень важно понять одно, что стихи должны быть завершенные. Если вы тему охватываете и завершаете, и она окажется цельной из 600 слов, достаточно из 600. Если вам нужно, чтобы описать все и полноценно представить материал, нужно 3000 знаков, пишите на 3000 знаков. Здесь нет какой-то определенного правила. Хотя бытует мнение, что поисковики любят длинные статьи. Но, опять же, это в теории. Никто дословно это не подтвердил. Есть такое мнение, и вы найдете в анализаторах статьи. Статьи всегда рекомендации. Пишите там не менее, ну не больше 2200 и не менее 600. Ну, опять же, еще раз повторю, что все здесь зависит от темы, на которую вы пишете, и как вы раскрываете эту тему вашей статьи. Должна быть завершенность, должна быть ценность. И главная идея – это вовлечение читателей, то есть уменьшать количество показателей отказа. Человек должен прийти и прочитать вашу статью от начала до конца. Вот это самое главное. А если он пришел, увидел заголовок, ему не понравилось, и он тут же ушел на другой сайт, это показатель отказа, это плохо. И если она у вас там супер-пупер написана на 3000 знаков, это ничего не значит. Поверьте, поисковику будет все равно. Он будет именно ценить и видеть, что человек пришел и не нашел того, чего хотел. Просто ушел. Поэтому думайте прежде всего о людях, которые к вам приходят, и давайте ценный материал завершенный, и структурируйте так ваши статьи, чтобы происходило вовлечение читателей в текст. Итак, структура идеальной статьи. Давайте вот сейчас все это дело обобщим с всех трех занятий. Итак, первое – заголовок. Заголовок – это голова, это самое ценное, что есть на блоге. Поверьте, цель этого заголовка – привлечь внимание, привлечь внимание. Заголовки – это самая читаемая часть вашего блога. Ничего так больше не читается, как заголовки. Ваш читатель приходит и сканирует сначала именно заголовки. Поэтому задача у заголовка одна, друзья мои. Привлечь внимание, чтобы читатель захотел прочесть первый абзац. Не пытайтесь его заставить заголовком прочесть всю статью. Достаточно, чтобы он перешел к следующей строчке, к первому абзацу. Дальше идет первый абзац – вступление. Цель его – заставить читателя прочесть первые 2-3 строчки. Ну вот считается, вообще вот эти все системы структурирования статей пришли к нам с прямого маркетинга. Их использовали в директ-маркетинге, то есть в письмах. И это уже все, на самом деле, отработанные схемы. Вы можете найти массу материала, как все это делается, как пишется, какие триггеры используются, слова специальные, чтобы вовлечь человека. Так вот, считается в прямом маркетинге. Если заставить читателя прочесть первые 2-3 строчки, скорее всего он прочтет весь текст. Получается цель вступительного абзаца – заставить читателя прочесть его. То есть этот вступительный абзац человек должен прочитать. Вот и все, больше ничего. И тоже вот интересное, на самом деле, что заставляет человека в итоге читать. Ну, есть разные варианты, но самое-самое пожаловое такое рабочее – это любопытство. Вот сами, наверное, вы замечали за собой, когда вы приходите, почему вы читаете статьи. Ведь на самом деле информации – море. И столько есть интересного. И чаще всего мы думаем, что по статистике, кстати, большинство людей считает, что знают больше, чем знают на самом деле. Такое же каламбурно, но это именно так. Потому что очень много информации у нас в голове. Просто все это скапливается и на нас сваливается просто огромный поток ценнейшей разной информации. Естественно, все это очень сложно так вот досконально изучать и прочее. Так вот, зацепить внимание наших читателей может любопытство. Интересные тоже были исследования по поводу любопытства. Откуда оно берется и как оно вообще возникает. Так вот, есть мнение, что любопытство – это такой зазор, зазор между тем, что человек знает, и тем, что он хотел бы узнать. То есть вот этот вот промежуток между знанием и тем, что он хотел бы узнать, и вызывает как раз любопытство. Поэтому вот все заголовки, первые абзацы, они именно предназначены для того, чтобы вызвать этот заголовок. То есть сделать некую связь между тем, что человек знает. То есть, понятно, это связано с целевой аудиторией. Вы будете писать только для тех, кто в курсе вашей темы. И, соответственно, то, о чем вы пишете, уже частично ваша аудитория, конечно же, знает. И как бы показать человеку, что вы можете открыть для него что-то новое, чего он еще не знает. И таким образом возникает любопытство. Если ваш читатель прочтет первые две строчки, скорее всего он пойдет дальше. А дальше у нас идет следующее – миниатюра. Миниатюра – это картинка в начале текста. В начале текста. Ну, цель ее простая – визуальное дополнение к тексту. Подбирайте внимательно картинки. Сейчас очень модно, как вы заметили, делать миниатюры в виде какой-то комбинации картинки и текста. То есть пишется либо заголовок, либо какая-то цитата, но она должна соответствовать тому, что вы пишете. Создаются эти миниатюры в специальных либо сервисах. Я давала как-то на занятии, по-моему, канва, да, есть такой сервис. Там уже есть заготовки, и вы можете использовать готовые уже картинки, писать свой текст, красиво оформлять и скачивать. Есть платные, есть бесплатные. Но там бесплатных очень много вариантов. Создавать свои. Либо Photoshop, если вы владеете этим инструментом. Замечено, что если миниатюра находится слева от контента, то есть она занимает некое пространство, да, для контента остается меньше места с правой стороны. И визуально первый абзац становится короче. Так вот, замечено, что если чем короче вот этот абзац кажется визуально, тем легче читателю прочесть его. То есть это тоже возникает некое вовлечение в чтение. Вот, поэтому у нас в шаблоне об Inspiration есть три варианта расположения миниатюры. Есть 150 на 150, маленькая картинка с левой стороны. Есть 300 на 300, это чуть больше опять же с левой стороны. И на всю ширину. Вот. Ну, мне почему-то больше нравится именно на всю ширину, хотя вот исследования показали, что первый абзац скорее прочтут, если он занимает половину страницы, а не целиком идет на всю ширину. Ну, поэкспериментируйте. Это я, кстати, не экспериментировала в этот момент. Можно исследовать. Дальше. Абзацы. Как я говорила на прошлом занятии, очень важно разбивать текст на абзацы. Пять, шесть, тире семь строчек, не больше. Но не разбивайте их просто для того, чтобы разбить. Структурируйте так свои тексты, чтобы они, как бы абзацы были завершенными тематическими какими-то блоками. То есть не просто вот написали большой абзац, и вот надо его разделить, теперь вот вы и будете делить. А по смыслу на самом деле вы делите не надо. Цель абзацев раскрыть тему. Понятно, да, что это основное у нас контент. Объединять обязательно абзацы по смыслу. Как можно это сделать? Вы начнете писать, составьте список тем. То есть, допустим, вот вы пишете какую-нибудь статью информационную на тему, что-то вроде реферата, да, хотите раскрыть подробно, ну, я не знаю, там, если у вас тема, допустим, здоровья, каких-то, может быть, трав, и вы хотели бы написать все про иван-чай, например, да. Вы пишете список тем, какие вы хотите. Это где растет иван-чай, как его собирать нужно, как, я не знаю, сушить, как потом заваривать, какие у него полезные свойства и так далее. То есть, вы пишете список тем, которые вы озвучите, раскроете в вашей статье. Дальше вы объединяете темы. То есть, сначала подробненько все это в список укладываете, затем объединяете какие-то, может быть, общие темы, объединяете в одну. Далее назначаете порядок тем. То есть, вам нужно, как бы, по статье первое, второе, третье и так далее. Вы можете это, ну, по тематике, соответственно, да, либо от простого к сложному, если, например, какая-то техническая ваша инструкция от простого к сложному, от старого к новому, либо от проблемы к решению. Не важно, главное, чтобы у вас был какой-то порядок этих абзацев, уже этих тем. Таким образом, у вас, как бы, получится, еще до того, как вы написали, пишете статью, уже получатся блоки информационные, которые вы разобьете дальше визуально на заголовки. То есть, объедините авторизации заголовками. У заголовков, собственно, в статье эта цель и есть. Первое – вовлечь в чтение. Так же, как и у заголовка основного статьи, да, внутри статей также вовлекать в чтение. Если у вас будет написано все сплошным текстом, без разделения на заголовки, то достаточно сложно сжать внимание и, скорее всего, ваш читатель пробежится по вашей статье и сразу спустится вниз, либо вообще уйдет. Заголовки в статьях объединяют абзацы по смыслу, то есть по темам, дают обещание, что читателю дальше, да, обещание, и вовлекают в чтение. То есть, не забывайте, заголовки обязательно, обязательно, обязательно пишите в ссылках. Ну, завершающий абзац и послесловие. Цель – это призыв к действию, основная цель. Завершение статьи, обобщение, призыв к действию, подписаться, поделиться, перейти по ссылке и оставить комментарий. Все, что вам нужно, вы делаете это все в завершающем абзаце и послесловие. Итак, проверка на… Пойдем дальше сейчас по сервисам, для себя быстренько. Как нам проверить? Сразу хочу сказать, не зацикливайтесь сильно на всевозможных проверках, на всевозможных сервисах и прочее. То есть, как бы, еще раз, да, думайте прежде всего о людях, для которых вы это делаете, да, полезный контент, которым вы даете. Думайте о завершенности вашего контента, целостности, о полезности и так далее. Проверки замечательно, но это, в общем-то, не самое главное. Итак, проверка на плагиат. Ну, кстати, очень интересно. Тут я обнаружила с плагиатом, что у меня статьи, да, совсем не оригинальные. И причина в этом в том, что мои статьи публикуют на других сайтах. Но хочу сразу сказать, что этого не избежать. И даже, не знаю, огорчаться тут или радоваться. Ну, наверное, радоваться, что статья показалась кому-то ценной. Вот. Но огорчаться, что она не уникальна. Но здесь, опять же, надо смотреть, когда была она проиндексирована. Если в Google, Google проиндексировал вашу статью раньше, чем дубль, то ваша статья всегда будет первой. Никто ее не бьет. Вот. В моем случае так и оказалось. Итак, проверка на дубликат. На самом деле, таких сервисов много. Ну, вот я проверяю на content-watch.ru текст. Туда вставляется текст статьи. Дальше. Игнорировать сайт. Я прописываю домен свой, чтобы программа не учитывала мою статью. И нажимаю на кнопку «Проверить». Дальше внизу выйдет рейтинг. Ну, вот в моем случае уникальность текста оказалась 10%. Это крайне мало. И все потому, что вот на сайте, там вот внизу указана ссылочка. 89% моей статьи перекопировано и, в общем-то, используется. Но это не важно. Они сделали эту копию недавно, и моя статья благополучно находится на верхних позициях по моему ключевому слову. То есть их там даже в помине нет. Вот. Это тоже учитывайте и сильно не огорчайтесь. Анализ статьи. Ну, кстати, это смотрите по поводу плагиата, если вы делаете рерайтинг. То есть если вы не сами пишете статью оригинальную, а, допустим, взяли чью-то статью и переделываете ее, то обязательно прогоняйте через этот сервис, чтобы не оказалось так, что вы делаете дубль. Потому что вот для этого сайта плохо, что они сделали дубль. Для меня нормально, потому что я первая написала. Вот. Для них это нехорошо. Они никак в рейтинге там не поднимутся. И плюса им от этого не будет. Поэтому, если вы делаете рерайтинг статей, учитывайте этот момент. И уникальность статьи должна быть примерно, ну, больше, наверное, 80%. Вот. Это учитывайте. Итак, анализ статьи. Это проверка текста на релевантность. Есть такой сервис. Он называется на megaindex.ru. Здесь проверка релевантность статьи. Как вы помните, в первом еще уроке мы, в первой части структурирования, мы подбирали ключевые слова. Очень важно для каждой статьи подобрать ключевое слово. Не нужно писать статьи вот просто с головы и думать, что вот это все нужно. На самом деле, техника есть техника. Есть поисковики и они все знают, наши запросы. То есть, вы можете зайти и посмотреть, какие запросы по вашей теме делают люди. И на эти запросы писать статьи. Так вот, выбираете ключевое слово, делаете его основным или фразу. И, соответственно, когда пишете статью, нужно проверить, насколько ваша статья соответствует тому ключевому запросу, который вы выбрали. По которому вы хотите, чтобы вас находили в поисковике. То есть, ключевой запрос набирается в поисковике. Поисковик дает, соответственно, ссылки. И вот вы хотите, чтобы среди этих ссылок была ваша статья. Вот это, собственно, и есть проверка. Итак, заходим на сайт audit.index.ru slash audit slash relevant page slash get page. Да, сложная такая, на самом деле, здесь ссылочка. Ну, дальше в записи у нас я даю ссылки. Итак, здесь у нас два поля. Первое. Запрос. Пишет ключевой запрос. И вставляем ссылку на статью. На статью. Нажимаем кнопку «Проверить». Вот идеальный вариант. Идеальный, когда релевантность 100%. Так и пишут. Релевантность страницы 100%. И с правой стороны у нас показатели. Удовлетворяет критериям. Критериям критические 3 из 3. Очень важные 6 из 6. Важные 6 из 6. Маловажные 3 из 3. Форматирование текста 100%. Итак, давайте посмотрим вот эти все критические, некритические, где они отображаются и как подправить, если что-то у вас пошло так. Итак, первое. Критические. Робот с TXT. Инвестиция разрешена. Барри. Ключевая фраза присутствует. И тайтл. Ключевая фраза присутствует. Итак, робот TXT. Если вы делали все по инструкции, то есть настраивали шаблон AB Inspiration по инструкции, то я даю там пример робот с TXT. Такой, какой он должен быть. И такой, какой поисковики любят. И как бы все будет хорошо, да? Если вы так все это сделали, то у вас не будет проблем с робот с TXT. Галочка будет стоять. Второе. Барри. Это ключевая фраза, то есть фраза, по которой я продвигаю статью, должна находиться в основной части HTML кода. Она туда попадает автоматически, если вы в заголовок вашей статьи включили эту фразу. Ну вот, например, я назвала статью «Как подключить рассылку GetResponse к форме подписки». Ключевая фраза «Подключить рассылку GetResponse». То есть это у меня заголовок. Соответственно, эта фраза попала в раздел «Барри». Все, галочка стоит. Дальше title. Заголовок. Этот показатель, он находится у нас в HTML коде. Вот я внизу дальше привожу пример. Это вам не нужно знать. Знайте, что это попадает автоматически сюда, если вы включили ключевую фразу в заголовок. Ну, просто для любопытных пишу, где она выглядит, да? На скриншоте это в разделе «Head». Тег у нас title и дальше вот идет заголовок статьи. Еще раз повторю. Если вы включили ключевую фразу в заголовок вашей статьи, она автоматически попадает в title. Если вы прогнали вашу статью по анализу и видите, что в title нет ключевой фразы, меняйте ваш заголовок. Либо я покажу вот дальше, где перезапись заголовка ведется с помощью плагина. Дальше идем. Очень важные. Спам в title. Нет. Это означает, что ключевая фраза не повторяется 25 раз, да? То есть один раз по смыслу и все нормально. Если вы повторите ключевую фразу несколько раз, то, скорее всего, у вас там галочки не будет и будет написано, что спам в заголовке. Дальше. Спам в body. Нет. Нет. То есть, соответственно, ключевая фраза, ее не слишком много в тексте. В заголовке, в тексте и так далее. То есть ее там немного. Отсутствие проблем форматирования контента. Да. То есть нет слишком много выделенных ключевых слов. То есть нет заспамленности. Переформатирование, скажем так. Ключевая фраза в H1. Да. Помните, я говорила, что ключевая фраза, вообще H1 у нас должен быть один. Это очень важно на странице. И он принадлежит именно заголовку статьи. Так вот, ключевая фраза в H1 существует. Он в скриншоте у меня подчеркнуто. Заголовок моей статьи как бы включает ключевую фразу. Дальше. Нормальная величина текста. Да. То есть тут нормально все. И точное вхождение в H1. Да. То есть полностью фраза, по которой я продвигаю, она присутствует в заголовке. Так. Идем дальше. Ключевая фраза в картинке. В теге EMG ALT. Значит, смотрите. На следующем занятии мы подробнее будем говорить об оптимизации картинок под поисковики. Покажу просто. Смотрите. В каждой статье у нас всегда есть миниатюра. То есть вы должны ее загружать. И чтобы сервис как бы сказал, окей, все нормально, да, нужно в миниатюре, в настройках миниатюры в поле атрибут alt, вот на скриншоте у меня подчеркнуто атрибут alt, прописать ключевую фразу, по которой вы продвигаете свою статью. Атрибут alt. Об этом мы еще на следующем занятии будем подробно говорить. Так. Идем дальше. Статический URL, да. Больше одного h1 нет. И ключевая фраза в URL, да. Значит, смотрите. Статический URL. Статический это когда у нас ссылка на нашу статью содержит, вот первый у меня адрес, это статический. То есть содержит заголовок, посмотрите, видите, английскими буквами там написано, латинскими как, подключить рассылку, get response и так далее, все через тире. Это статический URL. Динамический URL это когда вместо текста прописывается номер, номер нашей статьи. Каждая статья на блоге имеет свой номер. И это все заносится в базу данных. Но мы как бы с помощью специальных манипуляций, настроек перезаписываем его с помощью статического. Это очень важно. В статическом URL, вот в первом варианте, обязательно должна быть тоже ключевая фраза. Появляется она там автоматически. Туда подставляется заголовок. То есть вам не нужно там что-то специально делать. Ну и про H1 я уже сказала, да, что заголовок H1 должен быть один. И тут все как бы нормально. Так, идем дальше. По поводу вот статических и динамических URL. Когда вы настраивали шаблон об Inspiration, блог по инструкциям, то, если вы помните, мы делали следующее. Мы переходили в настройки, постоянные ссылки и выбирали опцию название записи. По умолчанию у нас, как я уже сказала, динамический URL. URL, да. Это первые, простые. Посмотрите, там написано anfisabrios.ru slash p равно и номер. Это динамический. То есть номер постоянно меняется в зависимости от статьи. И это вот как бы называется динамический. Вот, это очень важно сделать. В шаблоне об Inspiration уже прописан специальный функционал, который делает транслитерацию кириллицы. То есть, смотрите, мы пишем заголовок кириллицы, то есть русскими буквами, да, русскими словами. И когда наш заголовок попадает в адрес, то с помощью специального функционала, который есть в шаблоне, идет перезапись в латиницу. Ну, как вы видите, программа и поисковики очень хорошо понимают транслитерацию. Они читают и как бы все нормально. Таким образом, у нас получается в адресе тоже есть ключевая фраза в адресе нашей статьи. Итак, идем дальше. Все это уже есть на вашем блоге, если вы используете шаблон об Inspiration. Все это уже есть. Просто мы сейчас немножко разбираем. Так, для любопытных. И если вдруг какой-то сбой произошел у вас при сканировании статьи, то вы хотя бы будете знать, где чего нужно подправить. Итак, description – ключевая фраза и keywords. Description – это описание, ключевая фраза в описании и ключевая фраза в ключевых словах. Если вы понимаете, в предыдущих еще уроках мы проходили, как сделать перезапись заголовка с помощью плагина All-in-One SEO Pack. Например, для чего это делается? Например, в самом заголовке у вас, ну, фраза как-то звучит, ключевая. То для поисковиков очень важно именно ключевую фразу в точности поставить в заголовок. Для этого, собственно, мы и используем All-in-One SEO Pack. В самом низу под статьей есть три поля – заголовок, описание и ключевые слова. Ну, заголовок у меня включен туда, ключевая фраза, поэтому мне ничего здесь менять не пришлось. А вот в описании попадает первые несколько строк статьи, то есть первый абзац, несколько слов. И в этом абзаце у меня не было ключевой фразы, поэтому я переделала его и, соответственно, включила туда фразу. И ключевые слова тоже сюда. Можно их через запятую, не обязательно только одно, да, через запятую несколько написать. Все это попадает в код и не видно нашим читателям, но его видят поисковики. Это очень важно – вот эти поля заполнять. Если вы их не заполняете, то они заполняются автоматически информацией со статьи. То есть в заголовок у нас попадает заголовок статьи, в описание попадает первые несколько строк статьи, то есть первый абзац, и в ключевые слова попадают метки. Если вы метки не писали, то ничего не попадает, что, в общем-то, минус. Дальше. Маловажные – это чрезмерная длина URL. Тут все нормально. Если здесь капризничать, то, значит, у вас очень длинный URL получился. Значит, длинный заголовок. Сокращайте. Чрезмерная вложенность в директории документов – тоже нормально все. И приемлемая длина мета ключевых слов. Ну, это такие неважные показатели, но тоже здесь все соответствует. Итак, еще один анализ текста по закону ЦИПФА. Странное название, но здесь все очень просто. Поисковики используют этот закон для определения естественности текста. В Википедии можете почитать, что это за закон и как он там работает. Но важно здесь просто понять, что естественный язык, написанный для людей, он имеет некоторые закономерности. Вот как раз этот закон и закономерности выявил, и они используются в поисковике. Для того, чтобы убедиться, что ваш текст естественный, желательно прогнать текст по специальному анализатору. Есть он на сервисе pr.sy.ru tools. Переходите по этой ссылочке и дальше вот «Анализ ЦИПФА». Выбираете инструмент «Анализ ЦИПФА». И здесь есть две опции. Анализировать страницу. Если, допустим, вы уже опубликовали статью, то просто берете ссылочку на эту статью и вставляете. Если статья еще не опубликована, переключаетесь во вкладку «Анализировать текст», копируете ваш текст и вставляете там в большое поле текст. Нажимаете «Анализировать» и все, что вам нужно – это увидеть результат. Значит, в моем случае написано «Естественность вашего текста 77%». Всего слов столько-то, отфильтрованные стоп-слова. Стоп-слова – это всякие связующие слова, не имеющие конкретного связи с текстом. Такие связующие, делающие текст живым естественным. И «Тошнота» – это частота употребления определенных слов. Здесь тоже нормально. 6% – это нормально. Так вот, считается естественным и хорошим показателем от 50% и выше. Чем выше, тем лучше. Чем выше, тем лучше. Так, ну все, друзья, на этом, я думаю, все. Еще раз хочу сказать, что не зацикливайтесь сильно на анализе всевозможных показателей. Ну, периодически смотрите и сильно там не углубляйтесь во все эти дела. Главное, пишите, анализируйте свою лучшую аудиторию, смотрите, что ей нужно вашей аудитории, какую ценность вы можете дать, какие статьи. Изучайте ключевые слова, пишите статьи на ключевые слова и давайте полноценный, завершенный, ценный и уникальный контент. Это будет гораздо ценнее, чем подгонять ваши статьи под всевозможные анализаторы. Итак, на следующем занятии, я уже упомянула, мы поговорим про оптимизацию изображений для поисковиков. Про изображения у нас уже было несколько статей, но, по-моему, про оптимизацию мы подробно не говорили. Это будет 53-й урок. Поговорим о подготовке изображения для публикации. Очень многие, особенно новички, берут изображение как есть, прямо с фотоаппарата и загружают к себе на компьютер, что, в общем-то, неправильно. Изображение нужно подготовить. Об этом мы поговорим. Поговорим об оптимизации изображения, то есть оптимизация размера, чтобы оно было не очень большим, поскольку чем больше килобайт оно у вас там весит, тем дольше будет грузиться ваша страничка, особенно если у ваших читателей плохой интернет. Название изображения. Поговорим о важности переименовывать изображение и атрибут alt и title. Сегодня мы уже немножко коснулись его, но еще поговорим. Итак, занятие состоится в понедельник, 15 февраля в 17.00. Пока оставим время это. Так, ресурсы. Давайте я вам сейчас скину все ресурсы. Еще раз. ВП-тренинг. Это у нас размещаются здесь все наши, все записи. Сейчас они уже закрыты. И чтобы получить доступ к записям и скачать, вы должны просто подписаться. Там на этой страничке, перейдите сейчас на эту страничку, чтобы я увидела, чтобы вы ее видите. И внизу в видео есть два поля. Введите туда ваше имя и email. Получить доступ. И вам придет письмо со страницей, со всеми записями, то есть ссылки. Вы можете читать все. Это первое. Второе. Вп-вебинар.ру. Вы этот уже ресурс знаете. Через него вы попадаете на эту комнату. Так. Здесь вы можете получить скидку на шаблон об Inspiration, на комплект. Я сейчас еще скажу про него. Но здесь как раз у нас есть кнопка Оформить заказ со скидкой. Скидку мы даем в конце каждого вебинара. То есть вот сейчас буквально до конца дня есть возможность купить практически на 40% дешевле. Далее. Anfisabreus.ru блог. Это мой блог, где вы можете, ну, соответственно, со мной пообщаться. Там я даю материал разный на тему ведения блога, про шаблон об Inspiration и так далее. Там же вы можете задавать все вопросы. Так. И ВКонтакте тоже. Группа у нас есть. Присоединяйтесь. Будем общаться. Так. Сейчас, минуточку, я ее найду. Да. Тоже можете задавать здесь вопросы. Так. По поводу еще раз ВП-тренинг. Первая ссылочка. ВП-тренинг.ру. 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 Здесь я уже говорила в начале, и еще раз повторю, что на этом сайте вы можете оставить ваши пожелания по поводу новых тем. Если вы хотите что-то, чтобы я рассказала подробнее, обсудить эту тему, касающуюся ведения и управления блога на WordPress, не стесняйтесь, пишите, и мы с удовольствием, с удовольствием разберем эти темы. На наших вебинарах. Это первое. Второе. Там же, на этом ресурсе, в ВП-тренинг.ру, вы можете оставить отзыв о наших вебинарах. Что вам нравится, что не нравится, что бы хотели и прочее. Отзывы нам очень нужны, я очень благодарна, кто уже оставил. Но если вы еще думаете, оставили отзыв, то добро пожаловать на сайт. И, соответственно, в нужном разделе оставьте свои пожелания. Ну и впечатления, конечно же. Так, и последнее по поводу скидки на комплект. На комплект, да. У нас скидка 40%, до 24% по Москве. И если у вас есть желание приобрести шаблон и создать профессиональный блок самостоятельно. То есть по ходу еще много всего узнать про всевозможные инструменты и соединение всех этих инструментов воедино. Вот. То заказывайте, приобретайте, сейчас хорошее возможно, 5,399 рублей. Всего стоит комплект. Плюс, как я уже сказала, вы попадаете в клуб. Для участников клуба записи вебинаров будут со скидкой 33%. Ну что ж, друзья, на этом все. На этом все. Я рада была снова вас видеть в этой комнате. И до встречи в следующий понедельник. Следующий понедельник, 15 февраля в 17.00. И мы продолжим тему оптимизации контента, в частности, изображений. До встречи в понедельник. Успешного вам блогинга. Хорошего настроения. Продуктивной недели. И встретимся в следующий понедельник. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok